Рассказывать об актуальных городских событиях душевно, интересно, а главное с добротой. В Самаре подвели итоги 11-го регионального конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Журналисты, блогеры, пиар-специалисты и СММ-менеджеры присылали на суд жюри свои аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу и целые проекты. Всего более 700 заявок. Победители выявлены, но секрет остается до форума, который состоится 7 июня. Есть номинации, в которых не присуждались первые места, а есть номинации, где два первых, два вторых, два третьих места. Конкурс «Добрые новости» проводился одновременно с конкурсом «Юнкор». В нем участвовали юные журналисты. Работ много, а это значит, что профессионалы растут. Экспертная комиссия, в состав которой вошли члены Журналистского союза России и редакторы СМИ, оценивала материалы в 10 номинациях. С каждым годом количество работ в тех или иных номинациях меняется. Вот сейчас меньше работ стало, например, в номинациях, связанных с печатными СМИ, и больше работ, связанных с интернетом. И это не случайно, рассказывают организаторы. Любой человек сейчас хотя бы раз в день использует интернет для общения, работы или поиска нужной информации. Ранее журналисты телеканала «Самара ГИС» не раз становились победителями конкурса. В прошлом году материал редактора Ольги Павловой победил в номинации «Лучший сюжет в электронных СМИ». Репортаж был сделан в защиту домашних животных в период новогодних праздников. Еще одно призовое место заняла программа о брошенных животных «Хочу домой» телеведущего Виталия Рылеева. А в конкурсе юных журналистов «Юнкор» первые и вторые места взяли подопечные телеведущей Инессы Панченко. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.